Рязанцы заметили, что перед прошедшими выходными на Куйбышевском шоссе были отменены почти все повороты налево. И уже в пятницу здесь можно было наблюдать большие заторы. Он никогда здесь поворот не мешал никому. Пробки создаются из-за светофора, а не из-за поворотов. Чем меньше светофоров, тем меньше пробок будет. Раньше автомобилистам было удобно разворачиваться на Куйбышевском шоссе. В сплошной линии было много разрывов для этого. Теперь осталось лишь два. Еще один, третий, выглядит рукотворным. Вероятно, белую сплошную линию сделали пунктирной с помощью черной краски сами рязанцы. Но не все рискуют здесь поворачивать. Многие люди в недоумении от происходящего на дороге. Все привыкли к другим условиям. Конечно, я время трачу, я беден трачу. И как бы я, может быть, даже правила нарушаю, потому что я не знаю, где дальше поворот. Я не в курсе. Теперь простые жители и дальнобойщики вынуждены совершать большой разворот, чтобы приехать к нужному пункту. С одной стороны, люди упираются в светофор. С другой, некоторым автомобилистам теперь приходится совершать вынужденные петли через мост. Многие не могут даже повернуть теперь. И большегрузом приходится выезжать в центр, чтобы развернуться. И получается, и мне неудобно. Вот многие стали нарушать даже. Хуже всего приходится тем, кто работает в этом районе. Бизнесмены начали терять клиентов. Хотя предположения о том, зачем были закрашены повороты, у коммерсантов есть. Я думаю, для того, чтобы не было левого поворота в автомобиле, то есть не задерживать движение. С одной стороны, правильно, но как попасть на объект, это второй вопрос. Народ лишний раз уже в сервис не повернут. Они лучше поедут дальше куда-нибудь, где-нибудь по той стороне найдут. А многие отказываются в магазин даже заезжать. Ну зачем заезжать, если здесь надо сейчас развернуться. Потом искать поворот, опять ехать в центр, чтобы развернуться в город, из города выехать. Бизнесмены говорят, что покупатели уже начинают искать альтернативу находящимся на Куйбышевском шоссе организациям. Между тем, здесь находятся и государственные учреждения. Например, судебный участок, отделение пенсионного фонда, которым теперь стало сложно проехать автомобилистом. Жену отвез налоговую, как бы очень неприятно оказалось. Я обычно поворачивал вот там, поворачивал, да. Я перекрыли линию, я вынужден ехать был дальше. Так что очень плохо. С другой стороны находятся рязанцы, которые не часто бывают в этом районе. И особых неудобств они пока не испытали. Возможно, снижает аварийность в какой-то части. Стоит отметить, что знаков, запрещающих повороты в бывших местах разрывов, на Куйбышевском шоссе пока нет. Да и основная сплошная линия на фоне новых нарисованных полосок становится все менее заметна. Возможно, рано или поздно ее вовсе перестанет быть видно, и люди придумают для себя новые повороты на этой дороге.